Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я не могу расслабиться, раздражаю звуки, хочется плакать, стараюсь не выходить на улицу, потому что чувствую, что у меня будет эмоциональный срыв, буду безконтрольно плакать и злиться, и не хочу. Вот те чувства, которые у меня вызвал ваш текст, вот, были про очень большое количество обид, как мне показалось, большое количество обид и большое количество какой-то, может быть, злости, может быть, агрессии, бода. Очень большое количество неотрагированных у вас, и я думаю, что первое, с чего стоило бы начать, это, вероятно, с проживания тех чувств, которые вы испытываете. То есть, вероятно, с проживания тех эмоций, которые вы, ну, которые вы ощущаете, да, вот. На мой взгляд, это было бы, наверное, самым лучшим решением для вас сейчас, потому что за ними, за этими чувствами, вот, вы как будто бы не видите ничего другого, вы не видите того, что с вами происходит. Вы, вероятно, ну, не замечаете тех вещей, которые с вами происходят, вот. А заметить их, на мой взгляд, было бы очень и очень важно, потому что они составляют значительную часть вашей психологической жизни, вот. А сейчас вы этого как будто бы избегаете, да, вот, сейчас вы как будто бы этого пытаетесь избежать, сейчас вы как будто бы пытаетесь показать, что вообще-то я другой человек, да, вообще-то у меня там, я не хочу злиться и так далее. То есть, есть такое ощущение, да, что вам, вот, грубо говоря, кто-то очень большой и страшный запрещал, запрещал злиться, запрещал чувствовать то, что вы чувствуете, хотя то, что вы чувствуете, да, абсолютно нормально, вот. Мне показалось, что вы, вот, боитесь своей агрессии, мне показалось, что вы боитесь наказания за эту агрессию, и, соответственно, вы пытаетесь как бы этого избежать. Ну, насколько я, насколько я знаю, насколько я знаю, в общем и целом, хорошего из этого никогда ничего не получается, то есть, человек не может избежать своей агрессии, да, не может как бы от нее как-то отстраниться, потому что, потому что агрессия это, ну, часть, часть, часть нашей, нашей жизни, вот. Поэтому, в первую очередь, я бы, конечно, обратил бы ваше внимание именно на эти вещи, а дальше уже смотрел бы в направлении, вот, того, куда вы хотели бы двигаться, вот. Вот, то есть, есть у вас, вот, что называется, ну, некоторые такие трудности, да, вот. И эти трудности, они не являются, ну, знаете, знаете как, какой-то вот, так скажем, панацеей, да, они не являются чем-то критическим, вот. Хотя, конечно, вам, например, сейчас, вот, ну, как бы, со своей стороны, да, вам так, скорее всего, конечно же, не кажется, вот. Вот, вам кажется, что все несколько хуже, чем это на самом деле. Вот, именно по той простой, на мой взгляд, опять же, именно по той простой причине, что вы подавляете свои чувства и свои эмоции, вот. Какой ваш страх? Ну, вот, опять же, из того, что вы описываете, мне кажется, что вы боитесь какого-какого-то осуждения и наказания. Ребята, а из этого я могу сделать такой вывод, что, как бы, вы себя чувствуете, ну, довольно-таки виноваты, вот. Ну, как бы, вот, в этой ситуации, вот, вы чувствуете себя виноваты. Вы, как будто бы, чувствуете себя плохим, да, и, вот, боитесь, значит, какого-то, вот, какого-то наказания. Вот, если вы себя обесцениваете очень сильно. А, обесценивающую тенденцию можно скорректировать, да, если, вот, сначала вообще почувствовать, ощутить свою какую-то силу, свои какие-то эмоции, свои какие-то, вообще, свой протест, свое сопротивление, если угодно. Ну, вот, все это, в принципе, можно сделать, да, в этом, как бы, ну, сложного, сложного в этом ничего нет. Ну, кроме разве что только того, что нужно, чтобы вы этим занимались, да, нужно, чтобы вы это, ну, чтобы вы работали с этим, вот, потому что так просто ничего не будет. Вот. А, еще один очень, очень такой важный момент, на мой взгляд, заключается в том, что вы по большому счету не задаете вопросов. Вот. То есть вы просто написали, вот, что вот вас беспокоит, и все, а вопрос-то ваш какой? Вопрос-то ваш, все, все. Вот. То есть, что вы, что вы хотите изменить? Вот. Это вот в данном случае, а, пожалуй, то, что также желательно, а, скорректировать, вот, и, скоординировать. Вот. Потому что без этого, опять же, не совсем понятно, в какую сторону вы хотели бы двигаться. Вот. Почему-то злиться, короче говоря, это плохо, и плакать это тоже плохо. Вот. То есть все это плохо для вас. Вот. Нужно рассмотреть это, увидеть, как вы, к примеру, ну, допустим, делаете вывод о том, что это плохо, да, почему это плохо. Вот. И дальше уже можно будет предпринимать какие-то действия, да, чтобы это все скорректировать. Вот. Ну, я бы, я думаю, честно говоря, я думаю, что вам будет вполне достаточно начать с вот какого-то проживания своих эмоций, да, проживания своих чувств. Я думаю, что этого будет, этого более чем достаточно будет, это снимет ваш тонус, тонус. Вот. И, соответственно, ну, даст вам возможность увидеть то, чего вы хотите, ну, чего вы хотите. Вот. Потому что мне показалось, опять же, например, что вот за все эти истории, да, вы просто вот не видите того, чего вы хотите. Вот. То есть, да, вот всеми этими условно-условно переживаниями, да, вы просто вот не замечаете, ну, не замечаете, не замечаете того, чего вы хотите, вот. Вот. А вот как-то так. Значит, что касается людей, да, что касается людей, что касается людей и того, что у вас, ну, что вы вот не хотите выходить на улицу, да, не хотите как бы, как бы, получается, себя демонстрировать, да, как бы, как бы, себя показывать. Вот. То, на мой взгляд, это связано с отраком оценки. То есть, на мой взгляд, вы боитесь оценки, боитесь того, как вас оценят. Вот, ну, это от того, что вы не внимательны к себе, не прислушивайтесь. К тебе. И заполняйте себя, свое психологическое пространство на данный момент только тем, что внушают вам другие люди. Что является, конечно же, серьезной проблемой, потому что человек за этим, по сути дела, теряет себя. Ну, это все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи.